Меня зовут Ранха Блиндерман, и я докторант, пишу диссертацию по истории грамматики в Гарвардском университете. И сегодня я хотела бы обсудить две грамматики ранее современного периода XVI, XVII, XVIII век в Бенгалии, которые не относятся к грамматике панини, но они при этом очень близко следуют во многом этой грамматике. Санскритские наречия в трудах бенгальских грамматистов Дживы Гасвамина и Баларамы Панчананы — это некоторые из их стихов Мангала Шлок, которых очень много, и в них используются многие литературные приёмы, как Шлеша, о которых мы будем говорить в сегодняшнем догладе тоже. Санскритские наречия в трудах бенгальских грамматистов Дживы Гасвамина и Баларамы Панчананы и Баларамы Панчананы. Это стихи нашего грамматиста, который был Шактой, и поэтому, как вы видите, в его стихах прославляется именно Шива в Шакте. И, как мы видим, он считает, что даже для Бхашьи, то есть для Бхашьи Патанджали, этот океан языка, он дургамам, он непреодолим и очень сложный. Дальше стихи грамматиста Дживы Гасвамина XVI века, который был в традиции бенгальского вишнавизма. Аниям Панениям Расавад Расават, Калапах Калапах. СТАРА ПРАТЬЯГИ САРА СВАТАМА ПАХТАГИР НИСТРО ВИСТРО ПИ ЧАНДРАМ СУКХЕНА САНДРАМ САКЛАМ ВИКЛАМ САСТРА МНЯ НА ДХАНЬЯМ ГОВИНДАМ ВИНДА МАНАМ БХАГАВАТИ БХАВАТИМ ПАНИЯМ ПАНИЯМ РАСМРИДУ РАСВАНМУТ КАЛАПА КАЛОПА САРА СРИ САРИ САРА СВАТАМАДХИ МАДУГИР ВИСТРО 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 ПИ ЧАНДРАМ САУКХЕ НА САНДРАМ САКЛАМ ВИКЛАМ САСТРА МНЯТ ПРАШАСТАМ ГОВИНДАМ ВИНДАТИМ ТВАМ ЯДИ БХАГАВАТИ КИРВАНИ ВАНИ ВАНИ БРАВАНИ И как видите здесь имена Говинды и он говорит о богине языка Сарасвати именно как о супруге Говинды то есть вы видите, что в этих мангало-стихах в мангало-шлогах грамматики содержится очень много теологии характерной для той или иной традиции вот короткая историческая справка Джива Гасвальн жил в 16 веке и написал свою собственную грамматику под названием Харинамамрита Вьякарана и второй автор, о котором мы будем говорить к сожалению, его портрета при жизни не было написано как Дживы но вот школа, которая была построена при его жизни он скорее всего жил где-то в конце 17 века начале 18-го и он принадлежал к религиозной традиции бенгальского шактизма написал тоже очень объемную грамматику под названием Провода Пракаша а также приложение к ней Дхату Пракаша известно, что еще написал какой-то автор комментарий на этот текст который сейчас недоступен скажу всего пару слов как я определила, что он жил где-то в конце 17-го начале 18-го века вот на этой мемориальной дощечке упомянуто пожертвование Бхумидана пожертвование земли богатым заминдаром Раджей Кришна Чандрой который жил вот в конце 18-го и правил большую часть 18-го века в Бенгалии так что еще хочу сказать пару слов чем особенные эти две грамматики какую связь имеют с традицией панини которая гораздо более известна по всей Индии и особенно в Северной Индии в англоязычной индологии для этих двух грамматик создали специальное название специальную категорию их стали называть то, что по-английски называют sectarian grammar то есть религиозная конфессиональная грамматика и первой такой грамматикой была Харина Мамрита Вьякарина вторая — про воду Пракаша что очень интересно прослеживается явное влияние первой на вторую потому что Баларама Панчанана жил в небольшой деревне под названием Билва Кушкарине которую вы видите на фотографии прямо недалеко от Новодвипы который был также большим центром не только бенгальского шахтизма но и бенгальского ваишнавизма и на протяжении 16-го и 17-го веков Харина Мамрита Вьякара Наджива стала там крайне популярна поэтому вполне возможно что именно она вдохновила Балараму Панчанану написать похожую работу но для своей религиозной конфессии для шахтов я лично не совсем согласна с категорией конфессиональная грамматика или религиозная грамматика но это очень отдельная обширная тема я бы сказала что вся санскритская грамматика имеет какой-то религиозный элемент возможно возражение что эти тематики отличаются тем что они написаны специфически для определенной религиозной конфессии как например Джива Госвамин очень ясно пишет это для всех ваишнавов для всех кто поклоняется вишну не обязательно в его собственной бенгальской традиции но это очень ясно выражено в проводу Пракаши тоже довольно ясная тенденция поскольку прославляется Шива прославляются сами шахты и тантрики и традиция тантризма но опять-таки возможно сказать что во многих других грамматиках где адхикарин не упоминается может быть в тексте с самой грамматики например в Аштадхьяе традиция подразумевает что адхикарин который имеет право изучать что он скорее всего двиджа баждорожденный относится к определенной касте то есть это очень обширный вопрос и я бы может быть была рада обсудить позже в ответах в вопросах и ответах но продвинемся дальше какие главные отличительные характеристики этих его грамматик чем они очень сильно отличаются от всех предыдущих и таким образом заслуживают может быть заслуживают находиться в отдельной категории и называться sectarian grammars или называться конфессиональными грамматиками что и вправду никто раньше не делал это никто настолько глубоко не привносил элементы сахитья сахитья литературы в грамматические тексты у нас была бхаттикавья то есть поэма которая была примерами к правилам панини но так чтобы использовать такой литературный прием как шлеша то есть по-русски я не совсем уверена двусмысленность когда одно и то же слово как каламбур одно и то же слово игра с словами получается и с одной стороны оно значит одно с другой стороны оно значит что-то другое это это и вправду нож новшества это инновация которая впервые появилась в Харинамабрите Дживы Гасанина что именно мы там видим и раньше еще с 13 века Вопа Дева в своей Мукдабодхе стал использовать очень много религиозных примеров в своей собственной грамматике хотя это не было настолько популярным до того например в Кашике религиозно очень нейтральные примеры например вот дерево стоит религиозно нейтральные примеры которые вполне приемлемы и для буддистов и для браминов и для многих других начиная с Вопа Дева эти примеры Удахарана и Пратидахарана они получают все более и более религиозный характер там Рама Вишну очень много мифологии в этих примерах Харинамрита делает то же самое но делает еще шаг вперед чтобы включить еще больше теологии и еще больше именно литературных элементов в свою грамматику то есть грамматические термины это имена божеств и их антуража их слуг всего что содержит все что находится вот в этом ващнавском мире вот дам пример из Харинамриты очень простой гласные называются сорвешвера то есть ишвера всего да повелитель всех а согласные это вишнаджаны это слуги вишну как вы видите теология в этом сразу становится очень ясной потому что с грамматической точки зрения произношение согласных зависит от гласных да согласно санскритской грамматике вы не можете произносить согласные отдельно и таким образом как вы видите происходит шлеш происходит двумысленное утверждение где он с одной стороны говорит что вы не можете произносить согласные без гласных с другой стороны он говорит что без сорвешвера без верховного повелителя слуги вишну не могут существовать то есть они полностью от него зависят это теологическое утверждение которое сопровождает грамматическое утверждение очень похожую тактику мы видим и в правоту прокаши извините Баларамы Панчанны где он называет гласные шакти как вы помните он именно шактист для него шакти это главное божество по сравнению с Шивой хотя и поэтому хотя в этой грамматике достаточно много прославления Шивы тоже но это всегда через призму именно шактийской теологии поэтому когда он говорит что согласные зависят в своем произношении от гласных то он говорит Шивы зависят от шакти как вы видите опять таки это теологическое утверждение дальше продвинемся о том что современные индологи и колонизаторского периода и послеколонизаторского периода как они оценивали эти две грамматики они с самого начала вот их определили в эту отдельную категорию sectarian grammars и все сразу конечно определили что в этом есть что-то новое есть теологическое новшество есть теологическая инновация но они посчитали очень особенно вот эти три ученых Раджандра Лалмитра из Ярик Сосайди в Калькутте Хара Прасад Шастри оттуда же и позже Шрипат Кришна Белвалкар они пришли к выводу что эти новшества в этих грамматиках относятся только к сфере теологии и в самой грамматике никакой инновации нет никаких новшеств нет то есть она не добавляет ничего к самой грамматической традиции я привела пару цитат я не знаю может быстро успею упомянуть вот например Хара Прасад Шастри говорит что modern современные ученые часто думают что это просто потерянная работа эти сектантские грамматики это потерянная работа пытаться превратить один учебник в целую новую школу грамматики зачем это да потому что let's call book be school book то есть они современные ученые думают что пусть учебник для начинающих останется учебником для начинающих а эрудированные люди пусть обращаются к панине и до сих пор это мнение очень часто бытует среди грамматистов похоже мы вот видим у шипат кришна пел валкара где он говорит что ничего кроме вот этого sectarian элемент религиозного элемента добавлено не было no other improvement они ничем не улучшили уже существующие тексты грамматики но дальше он выражает можно сказать собственное мнение что это было все презентовано в очень неинтересном форме dull uninteresting matter я думаю что с личным мнением белого кара я не соглашусь потому что для разных специалистов разные вещи будут более интересными или менее интересными для теологов может быть как раз таки теологический аспект был бы более интересным но сегодня я хочу обратить особое внимание именно на грамматические особенности этих работ и в частности наречия прежде чем мы обратимся к наречиям я хочу в целом обозначить чем они очень похожи на панини чем они совсем не похожи и кстати я буду говорить сегодня о Нелаканхе тоже о котором мы слышали в предыдущем докладе прекрасном и вот эта вот тенденция в самой традиции панини считать во-первых его всевидящим и всезнающим мудрецом Муни трикология который предвидит все возможные проблемы в грамматике поэтому можно на основе его грамматики доказывать определенные парибаши с расчетом что он предвидел подобные проблемы эти традиции не относятся к панини таким образом в этом они больше похожи если может быть вы слышали о Нарайанамхате из Кералы который в 17 веке написал про Криасар Васфу его подход к панини хотя он написал в рите и работу по самой эштадхиа также что панини это не единственный грамматический авторитет он как один из многих смертных очень талантливый грамматист но он один из многих авторитетов и то же самое мы видим здесь в этих двух грамматиках где очень часто авторы предпочитают методы катантры или калапы которая была более популярна в Бенгалии чем панини в это время когда они писали как мы видим не ценится краткость совсем как у панини очень многие парибхаши не только парибхаши сутры но более поздние парибхаши как те о которых говорил Евгений Сергеевич ранее они включаются в сами сутры или правила этих двух поздних грамматик также ведийский язык не ценится поэтому нет правил по ведийскому языку также слишком сложные обсуждения или формы которые авторы посчитали не используются на данный момент они это не включают и в этом следует примеру катендры традиции катендры тоже они с другой стороны устанавливают какие-то новые стандарты или новые критерии того что для них что они считают самой лучшей грамматикой они очень ценят мнемонику и таким образом шлеша становится очень важным инструментом потому что ученики которые принадлежат к определенной религиозной традиции они за счет шлеша получается запоминают грамматику лучше потому что эта грамматика накладывается на их уже имеющееся знание мифологии и теологии той традиции также тематическая организация грамматики это конечно существовало и до них с 15 века рамачандры токрия каумуди уже была очень знаменита в этом они следуют ей но это ценится гораздо больше чем организация панини с точки зрения именно мета языка также они заинтересованы в том чтобы добавлять новые формы санскрита которые они считают часто используемы но не объясняются грамматикой панини или даже выражения в главе по караке карака про карана достаточно много примеров где выражение и целое предложение отличается от того что мы находим в традиции панини таким образом мы можем сказать что в чем-то они хотят написать лучшую грамматику обновленную грамматику для своих для своих единоверцев то есть то что я хотела бы показать что да они конечно теологи но они еще и грамматисты это не обязательно говорить что они в первую очередь пхакты во вторую очередь грамматисты ими вполне может двигать это желание написать лучшую грамматику с их точки зрения для своих единоверцев и также про воду про каша она добавляет еще один шаг инновации по отношению к хренамамлите добавляет стихотворный размер подумайте как выучить грамматику так что она еще вся в стихотворном размере ее можно всю петь думать о шиве шакте и одновременно запоминать все правила то есть как вы видите это они разрабатывают свои новые критерии того какими должна быть грамматика теперь наконец у меня совсем немного времени остается теперь я наконец обращаюсь к вопросе именно наречий почему наречия сложности перевода термина наречия я думаю вы уже хорошо знакомы с этим потому что в самой аштадхьяи нет термина наречия нет такой морфологической категории нет нет такой части речи единственное что есть да это гуна вачина и сатва вачина которая не используется в определенных сутрах к сожалению я только очень кратко могу обсуждение этого вопроса дать но просто я хотела поговорить именно о наречиях потому что оба этих автора и Джива Гасвамин и Баларама Панчанна показывают что им были глубоко интересны дебаты грамматические которые тянулись больше двух тысяч лет и они хотели добавить что-то от себя и наверное для своей грамматики установить какое-то лучшее решение с их точки зрения так что возвращаясь к аштадхиаи как мы видим у нас нет термина крия вишешина оно нигде не использовано самой аштадхиаи и каким же образом аштадхиаи объясняет наречия то как мы их понимаем для аштадхиаи то что мы называем наречиями аштадхиаи называют авьяи неизменимой частью речи вот и примеры у нас вот 1.138 и 1.137 и все эти авьяи все эти неизменяемые части речи они всегда прадхаманта то есть это именительный падеж или лучше сказать первый падеж опять-таки сложности перевода со словом падеж я тоже столкнулась то есть когда мы говорим о наречиях в аштадхиаи проблема в том что аштадхиаи не пользуются такой категорией кстати эта информация также вся обсуждается эта тема в статье Джорджа Кардона 1973 года и Ричарда Гомбрича 1978 дальше наречия в Махабхашье Патанджале и Вакье Падии очень кратко опять-таки скажу есть слово Крия Вишешина которое мы привыкли переводить как наречие и в современных индийских языках мы его тоже переводим используем на хинди на других языках как наречие однако в этих древних текстах и в таком тексте как в Акипадии Крия Вишешина не означает наречие а скорее это слово которое является Вишешина оно обозначает признак отличительный признак Крия действия в предложении и оно включает в себя поверьте абсолютно все слова в предложении то есть рамха ванам гатчаты и в этом предложении гатчаты это слово действия это глагол и слово рамха и ванам они будут Крия Вишешина они для нас абсолютно не являются наречиями но с точки зрения теории карака да они связаны с глаголом гатчаты то есть можно сказать махахаши вак используют слово Крия Вишешина но не подразумевают под ним наречие именно как морфологическую категорию дальше в Кашике уже где-то седьмой кажется век впервые появляются в комментарии на Аштадхиа 4.4.28 утверждение где Крия Вишешина уже означает наречие и это довольно большое разрешение почему оно здесь означает наречие почему Кашика так считает более того Кашика считает что наречие то есть слова которые являются Вишешиной являются признаком определением действия что они всегда карма да и карма здесь это синтаксическая категория да что это объект действия то есть наречие но также объект действия если это карман то тогда используется именно второй падеж именно двитья что интересно Кашика это похоже первая и последняя работа в традиции панини где вот эта идея крайне популярна потому что дальше мы видим в традиции панини и у Милакандхи и у Харибхаскары в его Парибхашибхаскаре и у Нагешибхата совсем большие сомнения на эту тему дальше уже за пределами традиции панини наречие у Хемачандры Хемачандры считает в своей Хемачандры Шабдана Шасани что наречие Крия Вишешина всегда после этого слова которое является наречием используется двитья используется второй падеж при этом он не считает его синтаксически карма объектом действия Сирадева это где-то 13 век он пишет что Крия Вишешина нам кармат напунсакалинга это паримхаша очень знаменитая Сирадева которая утверждает что все Крия Вишешины то есть наречия слова которые выражают признак действия что они являются карма объектом и всегда в напунсакалинга всегда среднего рода надо сказать что Сирадева паримхаша очень сильно повлияли на паримхашин душах и нагеша баты и во многом мы видим что нагеша используют многие те же паримхаши но именно эту паримхашу нагеша исключил из своей паримхашин душах потому что он в корне не согласен кримхашин они не карма они медведь и то есть мы видим что это очень большой дебат в традиции который длится довольно долго в прокрия каамуде рама чандра тоже это считается что кримхаши это партхаманта в паримхаши в рите Нила Кантхе Нила Кантха дает эту паримхашу похожую на паримхашу сирадевы и потом говорит что она вертам что это бесполезно давать это определение почему потому что существуют также наречия которые оканчиваются третьим падежом например и для него слово опять-таки это наречие вы удивитесь потому что нам кто привык думать о категориях санскритик потому что в зависимости от того как мы переводим это на свой язык для нас это просто существительное в третьем падеже но для них поскольку джиоти штаумена находится в саманна адхикаранье с глагольным корнем ядж они интерпретируют как наречие то есть проблема в том если принимать правило что все наречия они две пианта они оканчиваются вторым падежом как же тогда объяснить что есть наречие третьим падежем у меня уже совсем не осталось времени да еще пять минут есть весь вопрос в том насколько злостно мы будем нарушать регламент мы уже нарушили но я конечно прерывать нас не могу поэтому продолжайте спасибо я попробую закончить за пять минут хотя здесь как вы видите очень много грамматического материала я думаю это я очень быстро упомяну инновационные примеры была рамы панчаны как вы видите грамматический мир вот начиная с кашики с 7 века и потом кончая 17-18 веком милокандхой потом нагешем он разделился на два лагеря на две пакши в вопросе наречий или это пратхаманта пакша что наречия они оканчиваются первым падежом или же двитаянта пакша что наречия они во втором падеже и как вы видите большинство непанинийских грамматистов склоняются именно к этому что это двитаянта пакша и они нападают на паниниев чтобы показать как у них все не работает из-за того что они считают что это пратхаманта пакша и есть очень большое множество примеров которые давал и Хемачандра и Сирадева сейчас вот примеры это все связано с сутрой панини которые говорят что энклитические формы личных местоимений от юшмад и асмат такие как тэмэй тва ма в очень определенной ситуации как здесь эти энклитические примеры используются то используются то не используются вебхаша я сейчас забываю слово вебхаша то есть это опшеналити это опшенал это может использоваться или не использоваться и абсолютно вот все эти не панинийские грамматисты хотя Сирадева может быть и причисляет себя больше к последователям панини они говорят что проблема будет большая если принимать что наречия оканчиваются имеют первый падеж потому что тогда вот эта энклитическая форма тэ в конце вот во всех этих примерах аудживы госпамина вах это не будет обязательно а как вы видите в артике на 8.1.26 Катьяина считает что энклитическая форма должна быть обязательной не опциональной это оно ананвадэше я к сожалению не могу очень подробно описать это правило но оно очень запутанное и сложное по сравнению с решением Баларамы Панчананы который решает абсолютно пропустить все обсуждение энклитических форм личных местоимений и что наречие является Двитиянта который это его позиция так же как и других непанинийских грамматистов он просто использует слова идам иэтад как наречие и как вы помните если посмотрите в словарь то иногда слова иэтад и идам переводятся не как местоимения указательные а как индеквайна как неизменяемая часть речи как раз таки он говорит что эти неизменяемые части речи они являются наречиями и вот какие интересные он дает примеры вот например видите в первом случае слово идам используется в своей нормальной форме потом во второй части предложения используется энат и именно это доказывает его идею что наречия должны быть двитиянта в чем особенность этого решения что оно проще не приходится говорить об энклитических формах личных местоимений дальше уже самое последнее что нового в дебат привносит Джива Гасвамин он как раз таки хочет объяснить проблему которую поднимает Нила Кантха хотя Нила Кантха шел позже в 17 веке так же как и Харим Хаскара который писал после и пытался объяснить проблему наречий в третьем падеже Джива объясняет ее в 16 веке в своей грамматике абсолютно по-другому уже пользуясь словом Крия Вишешина как морфологической категорией это реально отдельная часть речи в его грамматике и он старается сделать эту часть речи всеобъемлющей так что наше понимание на речи вполне должно вписываться в его систему он говорит что все Крия Вишешины они двух видов две виды они Вьядхикарна и Тулия Дхикарна и это Вьядхикарна и Тулия Дхикарна с глагольным корнем и там где Вьядхикарна с глагольным корнем он дает собственное правило Лакшина Третья что Третий падеж используется словами включая наречия которые являются Лакшина есть прямая параллель с сутрой Аштадхьяи Итхамбхута Лакшина или Итхамбхута Лакшане я думаю там да Лакшане и в чем особенность этого правила вот последний самый вопрос который я хотела которого я быстро хотела коснуться задуматься о том что влияет на что теология на грамматику или же грамматика на теологию потому что мы видим что в комментарии на другой теологический текст Дживы как раз таки используют свое правило чтобы обсудить абсолютно самое важное понятие в его теологии это бакти к Кришне или Кришну и практически вы получите неправильную интерпретацию этого определения в акте если вы будете его интерпретировать с помощью сутры панини как считает Джива то есть он объясняет если вы будете говорить что слово анукульена которое он говорит наречие и описывает Кришнану Шиланам то есть служение или постоянное усилие служения Кришне должно быть анукульена и если вы будете интерпретировать это слово анукульена это наречие как то тогда вы приходите к неправильному теологическому выводу что вот это анукулья то есть расположенность к Кришне что она является внешней характеристикой бхакти но он хочет сказать что она является частью природы бхакти что для него теологически важный постулат и для этого необходимо использовать именно его правила и интерпретировать анукульена как наречие и как Вишешина последние слова я хотела сказать что таким образом мы видим что проблемы перевода очень часто ведут к тому что мы ожидаем от этих текстов определенных интерпретаций которые может быть авторы этих текстов не имели или не использовали и я думаю об этом важно помнить когда мы сами переводим или стараемся интерпретировать эти тексты спасибо большое спасибо Ратка Тимуревна я думаю что Карадон гордился вашим подробным обзором бенгальских грамматистов у меня возникает вопрос значит для меня бенгальские грамматисты это неприятность неприятность которая возникает с момента вападевы и когда я сопоставляю все возможные дхатупад то есть делая конкорданс то наибольшее количество проблем у меня возникает с вападевы соответственно я это воспринимаю исключительно как некая ну в общем сложность иногда возможно оправданная но конечно принципиально достаточно отличающаяся от в частности других дхатупад и поэтому получается что попытка Джива Госсламена связана с попыткой очеловечить тогда получается ввести понятие частотности и отчеловечить грамматику чтобы вот эти мертвые термины связались с какие-то красивые слова и получилась поэзия поэзия на основе грамматики или вот в чем ценность для меня как пользователя ну вот например грамматика Джива Госсламена спасибо за вопрос и я думаю это главным образом зависит от пользователя и какого именно пользователя то есть если вы пользователь который заинтересован именно в истории Бенгалии или истории грамматики в Бенгалии то эти тексты могут показать определенные сферы развития да которые происходили именно в этом регионе и нигде либо еще с педагогической точки зрения я считаю что эти грамматики очень сильно рассчитаны именно на свои аудитории то есть то для кого они писали это очень рассчитано на тот исторический момент хотя возможно что и сейчас для многих кто находится в той же самой религиозной традиции кто знаком со всей этой теологией и мифологией это может быть возможно более простой или приятный можно сказать метод изучать санскритскую грамматику хотя в целом я бы сказала что современная педагогика ушла настолько далеко что методы педагогические использованные в 16-17-18 веках очень сложно воспринять современным студентам но ученикам того времени я думаю что эти авторы считали что они улучшили педагогические методы главным образом потому что это стала грамматика с которой эти ученики смогли себя отождествлять да то есть если ты тантрик в деревне в Бенгалии то ты учишь грамматику где прославляются тантрики где прославляется все к чему ты привык и более того да в этом есть элемент хаутуки приятного то есть например может быть или смешные примеры или какие-то истории или даже вот эта шлеша игра слов когда грамматическое правило накладывается или на что-то мифологическое или на что-то теологическое то есть конечно именно педагогические методы в этом преобладают хотя я считаю что они заинтересованы в грамматическом новаторстве тоже то есть они бунтуют да да конечно бунтари да большое огромное спасибо за такой интересный доклад я узнала о грамматистах генгальских у меня сразу комментарии маленькие ассоциации возникли с другими попытками соединиться скажем поженить грамматику и танту например вот есть такой маленький текст Нандикеш Варакашика он достаточно поздний но более ранний наверное чем ваши авторы это Нандикеша наверное там после Агарашива он считается где-то появился хотя этому тексту приписывали там чуть ли не первый век ну и там в Махешваране сутране проводится параллель с татвами типичный тантический такой подход татвы и Махешваране сутране с грамматиком и вот я вспомнила еще очень распространенная тантическая тема это делить весь алфавит на биджи йони шивы шакти там как-то так делится это несколько по-разному у разных тантров например там в Нишвасагане в Таракамика там шакти это йони шивы это биджи в Суачанда тантре это гласные гласные это йони в Нишвасе а в Суачанде гласные это биджи вот наоборот ну и так далее мне стало интересно как это делалось в бенгальских тантрах почему именно может быть вы вспомните даже в каком конкретной тексте и где это было деление на то что гласные это шакти йони а согласные это биджи и шивы да 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 конечно во первых спасибо вам большое за то что вы рассказали и я бы после хотела бы с вами связаться чтобы узнать больше об этих текстах потому что я на самом деле не очень хорошо знаком с традицией бенгальского шактизма единственное что я изучала из этой традиции это вот эта грамматика про Бону Пракаши Баларамы Панчан середина или начала 18 века и это деление на шива и шакти идет именно из этой грамматики мне самой было бы очень интересно узнать на чем он основывается какая именно версия теологии выражается вот в этой можно найти в этой грамматике это про Боду Пракаши он об этом писал это про Боду Пракаши да самые первые первые 12 сутр как раз про Боду Пракаши они дают вот эти названия гласных и согласных спасибо спасибо но это очень тантрическая традиция причем разных совершенно тантр южных и северных но я могу дать ссылочку на другую ссылочку где собраны материалы по поводу деления на Биджи ион и шивы шакти гласных и согласных о прекрасно я буду очень благодарна спасибо шива Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok